В Умане продолжается празднование еврейского Рошха Шана или Нового Года. Он уже наступил. Сегодня отмечают первый день Нового, 5779 года. Из Умани с нами на прямой связи корреспондент ЮЭТВ Артём Хоменко. Артём, расскажи, как проходит гуляние. Привет, Даша. Или как принято здесь говорить Шана Туваш, то значит с Новым Годом. Сегодня наступил уже первый день Нового Года, но второй день гуляний. Гуляли вчера всю ночь. Как рассказали нам в полиции, прошлые сутки и прошлая ночь прошла спокойно, без потасовок. Никаких грубых правонарушений не зафиксировано, никто не был задержан. Единственные заявления в полицию были от паломников, которые потеряли свои документы. Но ночь прошла спокойно. Сегодня пока всё спокойно, всё тихо, большинство паломников спят. Мы видим, сейчас мы находимся на озере возле хасидского квартала в Умани. Во второй день Рош-Хашана, или в первый день Нового Года, принято... Хасиды после молитвы в синагоге, они приходят к водоему, чтобы помолиться у воды. И вот мы видим, пока людей не особо много, но вот вы видите, люди потихоньку стягиваются к водоему, они молятся у воды. Ещё у них существуют обычаи, когда они заходят в воду, они заходят в воду в одежде и стряхивают с карманов крошки. Это символизирует очищение, и так они надеются в Новый Год не взять никакие из своих старых грехов. Кроме того, сегодня целый день они будут трубить в бараний рог. Он называется Шафар, и его звуки... считается, что его звуки очищают душу. И есть ещё у них одно предание интересное. Они верят, что в этот день к Богу на небеса приходит Сатана. И когда Бог пишет, записывает, делает записи в книге жизни, Сатана ему начинает рассказывать о людях плохо. И вот звуки Шафара, звуки этого бараньего рога считаются, что когда они доходят до небеса, и когда дьявол их слышит, он не может больше лукавить, и он не может врать и говорить плохо о людях. Сегодня мы вам это всё покажем. Пока что на улицах Хасистского квартала в Умане не так многолюдно, как было вчера днём, потому что люди ещё просыпаются только от вечерних гуляний. Но мы остаёмся здесь на целый день. Большей информации смотрите в нашем следующем выпуске. Мы вам обязательно всё покажем. Студия. Это был корреспондент ЮИТВ Артём Хоменко. Он остаётся в Умане и продолжит информировать нас о праздновании Еврейского Нового Года. Редактор субтитров А.Сёмкин